Всем привет друзья! Меня зовут Арсен Вака, это канал PSGO. Мы продолжаем прохождение Mortal Shell, а мы с вами управляем неким подобием призрака, способным вселяться в тела древних героев. Обязательно читаем все описания предметов и выстраиваем общую картину мира. Итак, располагайтесь поудобнее и приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Там где... Там где много жизней, но мало... Но мало выносливости. По-моему у нас такая с вами. Так, а как смотреть? Надо немножечко вспоминать, потому что давно не играли в эту игру. Выбираем вот так. Вот здесь у нас стойкость, выносливость, решимость. Как вы видите, стойкость вот такая у нас, средняя. Что-то не особо интересно. Вот окаменение, ага, хорошо. Вспомнили как окаменение? Тут только так. Без окаменения здесь ты ничего не сделаешь. Я надеюсь, я правильно иду. Или я не в ту сторону, наверное. Нет, или в ту. В ту вроде. Да, пойдемте вот сюда. Вот здесь я помню, мы с вами подобрали мухомор, который нам приносит здоровье. Сейчас он у нас есть, как я понимаю. Да, сейчас у нас мухомор здесь присутствует. Также у нас с вами еще помимо этого, что у нас есть? Какие расходники? Ну какие-то у нас расходники там есть, но пока что-то не буду их использовать. Это мы с вами в прошлой серии сделали. Тут зачистили всех. Дальше мы с вами шли прямо. Вот так мы с вами двигались. Здесь кого-то позвонили. Ага, как ты вообще здесь появился? Интересно. Давай, сразимся. Давай, бей. Главное, уворачиваемся еще обязательно. Видите, у меня здоровье больше, чем выносливость. Это значит, что у меня вот эта вот броня с... Там, где много жизней и мало выносливости. А выносливость, кстати, очень полезную вещь играет в это. Ну и хп тоже, собственно говоря, о чем я. Надо универсальную найти броню, и все будет по-другому, в общем. Я только не понимаю, почему они у меня... Эх, я же их в прошлой части побеждал. Почему они здесь есть? Ну ладно, давайте еще раз с ними сразимся. По одному главное. Главное, по одному их выманивать, по другому тут никак не сыграешь. На, это было неплохо. Самое главное, убегаем еще от них при помощи рывка. Вот так вот, двоих неплохо. Бьем, минус один, отлично. Еще вот этого, пока он лежит. Все, завалили их. Оболочки можно прокачивать, тратя на это тар, местный аналог душ, и отцветы. Но качаются павшие герои отдельно друг от друга. Оружие тоже можно улучшать с помощью специальных предметов, которые придется поискать. Именно поиск апгрейдов для оружия является основой для исследования мира. Так, главное в капкан еще не вступить, а то потом будет неприятно. Так, давай. Ударили, спрятались. И еще раз бьем теперь. Все, отлично. Пока хорошо идем. Давай, бей меня. Я готов принимать удар. Ну, будете меня бить? Отлично. Хорошо вы. Красавчики. Так, все-таки лучше уворачиваться от любого, вообще абсолютно любого удара в этой игре. Потому что, видите, это очень сильно, сильно получается. Давайте мухомор активируем. Отлично. Отлично. И еще минус этот. Все здорово, все замечательно. Бьет меня. И после этого мы его бьем. Все, уходим. Восстанавливаем. Выносливость, видите, без выносливости я не ударить ничего не могу. Пусть меня бьет, я готов. Все. Минус. Еще один. Ну, это мы с вами еще и в прошлой части сделали, поэтому... Нам нужно как-то вот туда наверх подняться. По-моему, там у нас что-то есть. В прошлой части мы как раз вот так вот шли. Вперед. Ага, это что у нас? Это сундук. Это сундук. Ну и что у нас произошло? Что-то открылось? Сундук заперт. Ага, а как мне его открыть? Как мне открыть сундук? Кто мне подскажет? Может, тут будет какой-нибудь добрый все-таки человек? Так, это вот у нас камни какие-то лежат. Это... А, это мухомор. Это не камни. Ну, похоже на камни, в принципе. Ну, видите, мухомор тут будет время от времени появляться. Потому что, ну, мухомор это хилл, как я понимаю, главное здесь. Вот, также я нашел тарницу. Ядовитый гриб, который легко принять за скопление тара. Вот нам нужно тару искать, а не эти грибы. Потому что тара она решает. Ну вот мы с вами продвинулись неплохо. Кто-то речит там, но он нас не смущает. Башня города Фалгрим. Фалгрим. Без разницы какая-то. Так, ну что? Куда мы с вами пойдем? Кто-то у нас тут пробудить. Сейчас мы... Что за беспутный дух забрел сюда? Забрел сюда. Я буду звать тебя заблудшим. Ты же зови меня сестру Генессой. Вижу, у тебя незнакомы тайны всечтимых. Ты любопытный создание. Люди для тебя лишь оболочки. Да, ты пробудил его. Но что тебе о нем известно? Принеси мне религию его прошлого. Дай еще немного тара. И мы с тобой растревожим его память. Но первонаперво нужно выяснить его имя. Бессмысленное бормотание. Испить божественный тар. Ну-ка, давай. Посмотрим. Раскрыть имя. Чтобы пробудить силу этой оболочки, необходимо выяснить ее имя. Вот у меня 520 тар. Давай-ка. Получить. Что получить? Раскрыть имя. Чтобы пробудить силу этой оболочки, необходимо выяснить ее имя. Ну, давай выяснять. А, зажать нужно. Я понял. Давайте. Какое же имя у нашей оболочки? Минус 250 тар, конечно. Ай. Ну что, мы их накопим еще. Выяснено имя. Преслужник Харас. Расбойники указали нам путь к храму. Правильные отвергли их. И теперь они слушают тех, кто предложит им тар или крепкие напитки. Сколько они разгоняют пьяными выходками. И жестокими забавами. Они знали, что надо слушать не нападать. Но пошли вслед. На некотором расстоянии. В надежде, что им что-то перепадет. Понятно. Фигура Хараса. Так, ну что. Тут, наверное, сейчас какие-нибудь ладей будут. Я вижу, что у нас еще что-то здесь горит. Тут можно что-то. Это вот у нас видение. Хорошо. Это вот, как я понимаю, нам нужно вот по этим видениям как-то ходить. Потому что, как вы видите, ни слева вверху не задание написано. Это вот инстинкт называется. Не задание написано. Не всяких там картинок. Не индикаторов. Не карт. Ничего нет в этой игре. Нужно как-то действовать на вот такие вот инстинкты. Сто процентов. Я уверен. И это у нас еще один инстинкт. Да, ну, конечно, это сложно запомнить. Потому что, ну, тут очень сложно. Если бы они запоминались, как бы, на карте показывались эти какие-нибудь инстинкты. Ну, хорошо. Мы с вами это сейчас еще все потом увидим сто процентов. Так. Есть тут кто? Не, никого нет. Так, это у нас что? Ни фига себе. Я туда не пойду. Я не пойду сюда. Извините меня, конечно. Но я не пойду. Вот на вот этого дядьку. Смысл. Смысл. Если... Ой-ой-ой. Что-то тут шумит. Еще один инстинкт. Сколько тут этих инстинктов. Это вообще, конечно. Вот он куда-то идет. Зачем-то куда-то идет. Представьте, что будет. Если мы смотрим инстинкт. А он к нам сзади подходит. Это вообще будет очень... Это очень страшно будет. И сзади еще бьет нас. Это прям неприятно. Неплохо. Они, видите, постоянно разные. То этот с топором ходит. Тот с булавой. Тот с мечом каким-то длинным. Вот я нашел предмет оборванное одеяние. Так, а что вот это двигается? Будет оно меня трогать? Я готов, если что, в принципе. Что мы это сейчас обрубим? Неплохо. Хе-хе. Теперь у нас есть тусклая печать, новый предмет. Одновременный символ и оружие. Покрыто ржавчиной. Давно, очень давно мне не протягивали руку помощи. Тебя как будто не коснулись слушающие истины. Увы, мне почти нечего тебе предложить. Разве что вот твоя тусклая печать. Невеликий дар, но думаю, ты его отзывишь. У меня есть еще одна просьба. В глубинах храмов правильно хранятся священные жезлы. Железы всечтимы. Если ты принесешь мне эти железы, я извлеку из них истинный нектар, и он меня исцелит. А ты с их помощью сможешь покинуть эти проклятые земли. Если не хочешь кончить, как я. То есть, мне нужно вот этого, кого-то непонятного воскресить. Ну, надо пробовать это делать. Тусклая печать. Старый узник одарил вас. Вот старый узник у нас, старый. Одарил вас тусклой печатью. Она позволяет отражать удары, прерывая действия противников. Также печать предупреждает об ударах, которые невозможно отразить. Так, отражение. Ну, это интересно. Давайте попробовать. Отражение и усиленное парирование исцеляет вас. Ооо, вот это нормально. Старый узник напитал печать особой силой. И теперь, после успешного отражения, противник останется уязвим перед усиленным парированием. Чтобы починить вложенную в печать силу, необходима великая решимость. Усиленное парирование исцеляет вас. Ну, посмотрим сейчас, что такое. Давайте тестировать пойдем. Можно тестировать пойти? Давайте. Теперь мне нужны враги, чтобы затестировать, как это... Вот это вот так отражаемое. А, хорошо, неплохо. Ага. Совершенствование оружия. В середине освещенного меча лежит удлиненная ниша. Требуется предмет механический шип. У меня нет такого. Такого тоже нет. Ну, видимо, у меня еще пока рано. Я пришел сюда, потому что у меня ни одного предмета нету. И мне бесполезно сейчас что-то здесь смотреть. Нужно искать предметы, как я вам уже это и говорил. Полученный предмет остаток тара. Так, давайте, что поднимемся, что у нас здесь будет. Мы прям с вами поднимаемся очень высоко. Ага, все. Я думал, нельзя пройти. Так, это что у нас тут еще? Свинья стоит. Ну-ка. Надо же, надо же. Такое редко увидишь. Весьма эффектный, незаурядный наряд. А что у нас внутри? Ты, верно, настоящий джентльмен. Уж на дикарей и фанатиков ты совершенно не похож. Что ж, добро пожаловать. Я заварю чай. А пока не желаешь ли взглянуть на мои товары? Начать торговлю. Давай, я посмотрю. Мои коллекции наверняка найдется что-то для тебя. Узря тары потратил на раскрытие имени. Вот, да. Ну, хотя сейчас у меня все равно 800 не было. Так, давайте в продаже. Что у нас здесь? Как у нас посмотреть? Зажаренная крыса. Расходник. Используйте этот предмет, чтобы узнать, как он действует. А, да. Отлично. Вот это развод. Используйте это под на то же самое. Блин, а как? Что же мне взять? Может вообще ничего не брать. Давайте, наверное, пока покопим. Потому что тары у нас 270 осталось и очень это мало. Также мы находим здесь какую-то кошку. А что тут котка забыла? Интересно. Погладили. Все, дальше куда? Ну, видите, как и потихоньку у нас появляются тут всякие персонажи. Торговцы. Также мы нашли с вами бронзовый колокольчик. Очень много предметов. Пока даже не особо понятно. Ничего не нужно. Нельзя тут швырнуть в этого вот чудака что-нибудь. Нет? Если я сейчас что-то подумал, мне, наверное, урон нанесется. Можно обратно. Нет, обратно, видимо. Берется прыгать. Опа. Кто-то приземлился. Так, ну где мы? Где мы сейчас вообще находимся? Мне бы сейчас понять, что пойдем с чуделой сражаться в большом мире или нет. А, тут у нас еще. Давайте вспоминать, чем у нас учила игра. Надпись какая-то. Нельзя сейчас здесь находить, потому что там ко мне кто-то подходит. Давай. Ух ты, это больно было. Как ловить? Давайте пробовать сейчас. Ну-ка. Давай. Опа, поймал. Ну я ж поймал. Еще раз. Давай, бей. Ух ты. Что это было? А, это он меня выбил из моей. Не, подожди. Подождите, не бейте меня. Ух ты. Вот этот какой-то жесткий. Этого, наверное, я не смогу, да, разбивать. Только через это мини. Давай, бей меня. Ух ты, нифига не бьют. Да, вот это и нарвался точно не на тех. Фух. Ну что, сейчас будем учиться потихоньку. Я немножко не понял, как вот это вот отражение работает. Потому что, вы видели, я пробовал, что-то как-то непонятно. Пока непонятно. Ну мы сейчас разберемся, я думаю. Загрузка, загрузка. Вот это вот много сразу новостей. У нас и там торговец появился. И как-то вот непонятно. Ты снова с нами. Good. Прекрасно. Вот, возьми, это маска. Почти такая же, как и у меня. Она освещает путь, что лежит перед плотью. Дорога у меня жизни и в ней смерть. На которую ступает душа, перешагнувшая по рук. Она, твоя душа, привязана к этому миру. Она не желает продолжать путь. Верно, что-то здесь еще не решено. Ты не готов. Ты не готов. Ты не готов. На цвет счетности не работает. Что-то непонятно. Остаток тара. Ага, вот эти тары нам и дают. Все, я понял. Ой-ой-ой, все-все-все, я не лезу. Отстаньте от меня. Отстаньте. Так, самогон. Что он нам дает? Небольшой прилив чего? О, решительность, ага, решимость. Вот этот он вообще офигевший. Как с ним сражаться? Куда ты там лезешь? Ух ты. Так не честно, он на меня заагрелся. Он сейчас за мной бегать будет до бесконечности? А, вот новый у нас. Новый. Новая оболочка. Я ее возвратил, точнее. Так, как бы не от них всех убежать, друзей? А, у меня сейчас фулл хп, отлично. Фулл хп, тут все кидаются луками. Вот это я вообще явно не туда залез, я не был готов в такой битве, поэтому нужно отсюда уходить. Лезть за мной, погоня прекратится, я хочу людьми использовать еще раз. Вот, но вот этого еще можно поверить, этого делов-то три секунды. Вот, вон оно как это работает. Ну да, кстати, круто, я понял, прикольно. Вот как работает, это я вам показал вот это отражение плюс решимость. Это было очень круто, красиво. Давайте еще раз попробуем. Я готов, давай. Так, ну выносливость, как я понимаю, здесь будет решать, поэтому мне нужно на выносливость найти оболочку, потому что, видите, у меня выносливость очень часто кончается. Так, ну мне не нравится. Так, ну это вообще не дело. Ребята, извините. Мухомор пошел. Раз. Мухомор два. Все нормально. Так, нужно вернуться к Мухомору, наверное. Давайте вернемся быстро сбегаем. Мухомор под берем. Вот они, мои Мухоморы. Взял, отлично, восстанавливаем. Еще восстанавливаем. Ну, таким образом можно хилиться очень легко. Очень просто. А, сейчас я почему-то не могу Мухомор подобрать. Все-таки у него есть какой-то лимит особый. Ну ладно, ничего страшного. Это здоровье фул. Фул хп. Так, ну-ка, давайте этого попробуем. Ну, такие вот они легкие. Как вот с теми здоровыми сражаться? Вопрос, конечно, интересный. А, кто-то с людней сидит тут. Ага, все, убить не могу. А, это людня. Вот, людня разбрасывается, я не могу убить. Я не пойму, как это странно работает. Так, я хочу все-таки еще поотражать удары. Давай, бей. Да, вот, отражать все-таки и парировать. Это, конечно, очень прикольная вещь вместе. Неплохие удары получаются. Так, ладно, давайте их оставим, наверное. Не будем пока на них внимания обращать, побежим дальше. Да, выносливость, конечно, тут очень шустро кончается. Я бы сейчас бы нашел бы, конечно, оболочку какую-нибудь. Вот и мухоморы здесь еще, кстати, надо запомнить. Здесь тоже работают, поэтому... Кто-то рычит у нас здесь, давайте пойдем сюда. Тарницу мы с вами брали уже. Не знаю, для чего нам эта тарница. Так, давайте другой какой-нибудь расходник используем. Остаток тара. Ну-ка, а если мы сейчас зайдем и сейчас у нее... Вот, давайте сейчас у меня много остатков тара. Сейчас я их всех поприменю. А, нет, не могу. Уже у меня их нет, не осталось. Просто людня. Что она дает нам, я не понимаю. Ну, вот он-то будет просто так сидеть, вот, да? Что-то... Ну, это, конечно, не особо круто. Можно люднюю мне заменить на какой-нибудь другой расходник. Ну, все это вообще какое-то недело. Это вообще не то. Вот, у меня есть какие-то красные. Давайте я красные поставлю как-нибудь сейчас. Быстрый доступ. Так, а как мне дорогие расходники поставить? Ну-ка, вот оболочка. Можно другую взять? Вот это прислужник Харас, это мы с вами поняли. Это нету, это нету, это нету. Блин, жалко. Нету нужных мне оболочек. Это, конечно, печально. Так, еще раз. Как мне в быстром доступе поменять? Ну, ладно, потом. Видимо, не сейчас. Сейчас я не могу это сделать. Тусклая маска, вот. Нам нужно возвращать вас к сестре Генессе в обмен на все собранные отсветы. А, вот оно что. То есть мы вот к этой сестре будем возвращаться. Да, сестра Генесса. Все, я понял, как будем это делать. Тусклая маска нам дает эту возможность. У меня просто цветов отщетности нету. Да, видите, цветов отщетности нету. Из-за этого получается так, то что меня в этот раз не вернуло. Жалко. Жалко. Так, ну что, опять лезем сюда. Как нам дальше бы пройти? Может вообще просто чисто в этой игре? Ух ты. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Извините. я не туда вылез чуть-чуть, ошибся ошибся остановкой так, как вот этого победить здорового, он самый опасный здесь давай будем выманивать его что ли, надо капкан бы найти у меня есть тут капкан где-нибудь чтоб он встал в него и его просто бил давай в итоге он меня успел ударить вот гад так, на вдвоем нечестно, ребят так дело не пойдет вдвоем это неинтересно давайте по одному как-нибудь так, что у меня вообще есть самогон пошел оп что он ничего он не сделал вообще ничего не смысл от самогона и все он ничего не делает ой, вот это я хорошо сделал только что вот это было замечательно посмотрите, этот подошел упал вот, ну вот сейчас я неплохо видели, сейчас я отразил удар вот это за решимость как его добить, что он все отлично у меня 512 тар вот это вообще совсем другой разговор все, я этого здорового победил только откуда я пришел тут запутаться можно когда ты где-то был, где-то не ага, вот отсюда, наверное вот, да, вот здесь я был вот это у нас сундук почему я не могу вот эти сундуки открывать так видите, вот написано сундук заперт как мне тебя открыть вот этого еще не хватало и еще вот этого мне не хватало а нельзя стрелы так же ловить и обратно у него пулять ну-ка а, не, видимо так не работает жалко так, ну с этими даже не надо окаменение там, отражение применять тут просто очень очень легко они побеждаются вот эти враги ну, смотрите, уворачиваются тоже так, выносливость бы мне восстановить да, выносливость тут вообще дышает жестко без выносливости печально даже здоровье не так важно здесь, как у нас все, минус этот все, теперь остался этот снайпер недоделанный так, мне бы сейчас ну, вот опять, видите выносливость закончилась и что мне делать в таком случае ух ты, вот это вот на меня резко напал таких я не люблю сюрпризов ну, вот это он мне дал два удара и что теперь, где я появлюсь у меня не было цветов щетности поэтому это очень, очень плохо я, наверное, у нее не появлюсь и заново побеждать одного там ну, все, наверное, думаю на этом уже будем сейчас заканчивать сейчас посмотрим, где мы появимся чтобы понимать, откуда мы пойдем с следующей серией мы сегодня с вами много открыли да, вот, видите ли, видите, я появился у этой сестры генез но это хорошо то, что мы отсюда начинаем теперь игру теперь мне нужно разобраться немножечко с предметами разобраться как поменять вот эти вот снаряжения видите, у меня колокольчик есть вот красное вот это я хочу поставить я не могу поставить почему-то как мне заменить это я все потом, наверное, разберусь ребята ставьте лайки те, кто не подписан обязательно подпишитесь благодарю вас за просмотр жду от вас комментарии с вами был канал PSGOAP и всем пока